Добрый день, друзья! С вами канал Империя Творчества и видео урок рисования гуашью для начинающих. Сегодня нарисуем двух птиц фламинго. Зарегистрируйтесь, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новых видео уроков. Закрепляем бумагу малярным скотчем, набираю белую гуашь, хорошенько смешиваю водой, набираю немного черную гуашь, обмакивая кисточку белую гуашь, закрашиваю больше половины листа по вертикали. Маленькой кисточкой наношу черные мазки и обмакиваю белую гуашь, закрашиваю фон картины. В верхней части по вертикали, в нижней части закрашиваю по горизонтали, большой, круглой кисточкой белой гуашью. Закрашиваю фон картины. Набираю чуть-чуть белого, чуть-чуть алого цвета, и хорошенько смешиваю, набросаю эскиз. С верхней части немного оставляем место, немного правее, намечаю и рисую небольшую голову. Шея изогнутая, сильный, изогнутая у птицы. Туловище овальной формы с заострённым концом. Ноги длинные и тонкие. А клюв массивный, большой, небольшой горбинкой. Также рисую вторую птицу. Начинаю с туловища ниже. Расположено чем? Туловище второй птицы. Шея изогнутая, маленькая голова и массивный нос. Также рисуем ноги, намечаю. Эскиз готов. Начинаем закрашивать. У меня формат бумаги маленький. Закрашиваю маленькой, крупной кисточкой. Набираю краску. Немного белого, алого. Набираю тёмно-розовый цвет. Сначала закрашиваю тёмные места. Тёмные места под головой, под шеей, нижнюю часть туловища тоже закрашиваем тёмно-розовым цветом. Закрашиваю тёмные места тёмно-розовым цветом. Некоторые перья закрашиваем тёмно-алым оттенком. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А перья закрашиваю с летающими движениями. Перья, хвост, крылья. Добавила еще немного белого. Должен получиться еще более светлый розовый тон. Закрашиваю более светлым тоном. Лауна. Краска должна быть полно жидкой. Перья рисую цветающими движениями. Имитирую перья. Музыка. 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 Вторую птицу Также закрашиваем шею, шею закрашиваем плавными движениями, перья закрашиваем светающими движениями. Стараемся сначала нижние перья закрашивать, а сверху закрашивать верхние перья, как бы закрывают друг друга. Теперь я имитирую. Набираю немного белого, еще должен получиться еще более светлый оттенок. Одну сторону подтемнело, а другую сторону подсветляем. Светлые перья добавляем. Добавляем светлые перья с летающими движениями. Добавляем светлые перья. Добавляем светлые перья. Добавляем светлые перья. Добавляем светлые перья. Добавляем ноги. Набираем спинки. Добавляем перья. Добавляем крыльев. С летающими движениями рисуем. Добавляем лопатки. Субтитры делал DimaTorzok 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 Означает кровь с красными перьями Рисуем круглые волны серым оттенком Кольца круглые Кольцевые волны еще можно сказать На фон добавляю немного розового оттенка Субтитры делаю Субтитры делал DimaTorzok Немного добавляю Темного оттенка серым цветом Подтемняю под шеей, под головой Подтемняю низ головы Кончик клюра Подтемняю Черным цветом Черным цветом Подчеркиваю Ноги Перья Подтемняю У нас молодые птицы Молодые птицы Черными перьями Молодые птицы Закрашиваю глаза желтоватым оттенком. Светухар добавила немного белый цвет. Контуры глаз подчеркиваю. Контуры клюва подчеркиваю темным оттенком. И немного на кончиках перьев добавляю чуть-чуть темно-серых штрихов, потому что наши птицы молодые. Картина под названием «Розовый фламинго» завершена. Если вам понравился видеоурок и было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новых видеоуроков. До новых встреч, друзья! Подписывайтесь на мой канал!